Девушки, всем доброе утро! У меня шумит миксер. Доброе утро, хорошего дня всем! Сейчас миксер выключу, будет поспокойнее немножечко. Пока пьем кофе, пьем воду. Так, я постепенно тут начинаю, какая-то муха летает. Доброе утро, дорогие. Сейчас подождем, у меня милинга не сбивается. Так. Значит, надо будет мне сделать трубочки. Доброе утро. Трубочки, тарталетки. Тесто разбораживалось, разбораживалось сладенько. Зачем пьем воду? Пробуждаем свой организм, омываем свой организм. Зачем пьем воду? Так, сейчас милингу поставлю выпекать. Так, девчонки, кто новенький, мы пьем воду в нашей группе. У нас пьющая группа. Мы пьем воду как напоминалочка. Как напоминалочка. С добрым утром. Хоть не девочка, но поцелуй. На твои эфиры. Здорово. Здорово. Мальчишки тоже привет. Хоть и не девочка. Потому что я, ну как бы уверена, что у меня все девочки. Поэтому я обращаюсь с девочками. Девочкам к мальчикам. Здорово. Так что пьем воду, набираем бокалы. Самара, доброе утро. Набираем бокалы, пьем воду. Пробуждаемся. Я вообще не выспалась. Я так не выспалась. Вчера так хорошо с девчонками встретились. Обалдеть. Наговорились досыты. Нагулялись. По паркам ходили гуляли. Ой. Не выспалась капитально. Ничего страшного. Ай, дочка, доброе утро. Вы уже в трудах, алкоголики. В трудах, алкоголики? Ну, алкоголики это громко сказано, конечно. А я уже в трудах, да. Это правильно сказано. Ибо, ибо, ибо работа не ждет. Вернее, заказчик ждет. Заказчик ждет. Попросила, если можно, пораньше. Я говорю, давайте, как я только, как я только буду заканчивать. Рассаживаю. Наберу. Они поедут на дачу. Они будут жарить шашлыки. Им нужны закуски. Ну, как обычно, да? Пока они там жарят, пока то сё. Им нужны закуски. Поэтому быстренько все делаем. Отдаем заказчика. И начинаем разгребать новые заказы. У меня завтра еще заказ. Тоже, знаете, такой стандартный. Еще раз говорю, люди как-то ленятся, что ли. Что-то какого-то изыска для себя заказать. Заказываю такие стандартные варианты. Все, я пошла в духовку. Все, таймер я поставила. Так, девчонки, как мелко. Вот шлиф какой мелкий. Прям не вижу нифига. Так, пока вот эта емкость. У меня сейчас прямо здесь сделаю крем. Прям здесь. 210-240. Пьющие товарищи, да? Товарищи вас клющие. Доброе утро, девочки. Шикарно, как у вас. Спасибо. У меня сегодня две милинги. Тарталетки, трубочки. Работаем оперативно, потому что время еще нужно что-то домашнее приготовить. У меня дома пустой холодильник. У меня дома нечего есть, представляете? Вчера делала голубцы, пожалела, что сделала мало. Мы их не съели, мы их сожрали. Каждые по две штучки и все, больше есть нечего. Так, например, блючит. Так, секундочку сейчас западем тут. Так, ну что-то от нас? Сапожник би сапога. Да, так и щас шеропи, щас шеропи. Сапожник без сапог так и есть. Бегаю, бегаю, сучусь. Вчера заготовок сделала мало. Успела вчера буквально за полчаса перед выездом испечь одну меренгу. Начала перечитывать список. Думаю, все ли я, какие, что, пункты, пункты. Молодец, доброе утро. Смотрю, у меня две меренги, думаю, черт возьми. И буквально за полчаса я меренгу быстро делаю, выпекаю, и мы с мужем уезжаем. Есть же люди, которые любят. Ну, кто-то любит, кто-то врач, да, кто-то парикмагер, кто-то готовит. Сырой белок был и ничего, что сыр творожный в емкость из-под сырых белков. Думаю, что ничего страшного. Яйца промыты. Яйца обязательно мою в обязательном порядке, во избежание всяких вот случаев. Хорошо, давайте вопрос. Вопрос. Делаю домашний майонез на сырых желтках. Собственно, вот вам ответ. Давайте-ка попьем водички. Так, вместо сахара я налила в сироп, как обычно. Я сахар в крем не добавляю. Так, сколько он близко, 28? У меня еще глазами раскрылись. Я еще, даже, на конце, так, камера. Сейчас протру камеру. Доброе утро, девочки. Так, духовка у меня... А, в духовке здесь было. Люблю готовить. Мама в духовку обдавила. Мама в духовку обдавила. Ну, может быть, знаете что, обдавила, может быть, просто организовать какую-то компанию, группу по интересам. Именно группу по интересам. Чтобы, так сказать, не сидеть в одиночестве, а как-то что-то... Жизнь-то продолжается. Вы давайте это... Такие слова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Нормально. Скоро шума не будет. Я продолжаю сделаю и все. Я это выключу. Только общаюсь с вами. Пока шуму помогу сейчас. Спасибо за доброе утро. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секунду, я выключу миксер. Спасибо большое. Сейчас вот только у меня крем за блюдки. Вот уже начинается. Он уже такой, однородная маска такая, однородная такая. Клотная такая. Вот уже начинается, начинается. Сейчас. Что здесь? Ну, как-то здесь. Нет. Еще одна минута. Аллилуйя. Отшумели летние дожди. В тур я так и не собралась, да. Не собралась. Ну, в общем, знаете, поступил заказ. Я должна была сегодня утром уезжать. Поступил заказ. В общем, я его приняла. И, собственно, все. Уже никуда не перейдет. Нужно было выезжать сегодня в 6 часов утра. Так, девочки, какие вопросы я не ответила. Пока шумела. Доброе утро. Так, значит, сейчас меренги. Вот как сказать, что я готовлю? У меня же постоянно такое, знаете, разбитое. У меня нет конкретного блюда, что я прямо сейчас стою, готовлю одно блюдо. Вот у меня меренга. Вот меренга одна лежит. Вот крем. Меренга старая печется. Пока меренга печется, сейчас я буду делать трубочки. Так, сейчас всю камеру протру. Кажется, какая-то мутная. Либо у меня в глазах мутная, либо камера мутная. Чтобы было, наверное, камера мутная. Так, привет, отрая. Привет, отрая. Так. Быстренько накрутим, накрутим трубочек. Испечем трубочки. Потом сделаем тарталетки с жульеном. Так, греческие шпажки у меня уже есть. Шпинат на руле сделала. Надо кофе. Я уже, кстати, кофе пью. Давайте-ка, девчонки, наливаем. Наливаем кофе. Лучше бы съездила, отдохнула. Отдых тоже нужен. Согласна с вами полностью. Я очень хотела. Ну, как-то вот, ну. Если бы мне кто-то поддержал. Спасибо за крупный шрифт. Если бы мне кто-то поддержал бы, однозначно бы слиняла бы. Однозначно слиняла бы. Но, девчонки, вот я не уехала. Мы вчера сходили в кафе. С моими девочками. Господи, я такое получила колоссальное удовольствие. Не от еды, а именно от общения. Мы посидели в кафе. Потом пошли погуляли. Дошли, одну девочку пешком проводили. Купили, сходили еще до 10 часов. Купили шампанское. Кто там, ну, мы двое пили шампанское, двое вино. Посидели в парке. Знаете, как вот, как в молодости. В парке, аж с алкоголем. Так здорово было. Такая погода прекрасная. Мы так наржались. Вот ржем на ровном месте. Вспоминаем такие моменты. Мы же знакомы уже более, более 10 лет. Вообще, какой 10? Уж лет 15 мы общаемся. Такие моменты повспоминали. Смешные. Поржали. В общем, я отдохнула. Я отдохнула. Так что. Да, да, да. Я говорю, дев. Я говорю, дев вчера. А зачем вы вообще ходили в кафе? А зачем мы ходили? Деньги тратили. А давайте, говорю, в следующий раз вообще будем собираться в парке нафиг. Возьмем с собой что-нибудь там, какой-нибудь закусочки. И посетим просто. Так приятно, дев. Ни комаров, никого, ни паутов. Народу очень мало. Ой, как здорово вообще. Такое прямо вот, не знаю, не объяснить. Далеко не всегда получаются такие посиделки какие-то. Далеко не всегда. Доброе утро. У нас уже обед. А у нас еще 8 часов утра. Это конусы. Это конусы. Так, вы откуда? Давайте будем знакомиться, ребят. Значит, меня зовут Инна. Я живу в городе Киров, 43-й регион. Это Кировская область. У меня конусы из пергаментов. Насадка. Ой, насадка. Я, как сказать, окутала их пергаментом. И прям его не снимаю. Не знаю, кто-то писали, что они прям на железке наматывают. А у меня как-то не пошло на железке. Все, прилипло нахрен. И я, в общем, обмотала их пергаментом. Так их и оставляю. За метод менты часто нельзя. Думали уже об этом. Думали. За метод. Такие слова за метод менты. Думали уже об этом, да. Что нельзя. Согласна, что нельзя. Но так здорово было, когда нельзя. Так здорово. Запрет на слотку сладок. Так. Так что у нас будет уже 10 трубочек, 10 тарталеток, 2 меренги, шпинатный рулет. В общем, у меня завтра опять шпинатный рулет. Короче, я завтра не буду делать шпинатный рулет. Я буду делать шпинатные маффины. Шпинатные маффины буду делать. У вас всегда такая компания. Ну, не всегда. Но вот эти девчонки, с которыми вчера были, вот мы, да, вчетвером, мы с ними уже общаемся, лет 15, говорю. Иркутск. Да уж все можно. Ну, посмотрим. А, мы же вчера, мы же вчера смеялись над этим, смеялись. Если к нам менты подойдут. А у меня Машка, сама моя лучшая подруга такая, ну и что? Прокатимся в ментовской машине. Когда мы были очень молодыми, заметайте следы каждый раз в разных местах. Согласна, согласна, согласна. Были же такие случаи. Но раньше можно было как-то договориться. Сейчас ведь не договориться. То есть у нас было, что у нас подвозили менты. А нам хохотно, нам так хохотно. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Машка такая, ну и что? Прокатимся в ментовской машине. Давно не катались. И опять ржем. Господи. Все ржали. Сами скажем, сами ржем. В общем, я проснулась с улыбкой на лице. Вот было бы приключение. Да, 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 да. А знаете, я-то еще говорю девочкам своим-то. Я говорю, Дев, мне это сейчас нельзя. Я-то сейчас медийная личность. Меня многие знают. Я говорю, представьте, тут еще у нас эти операторы кировские наши. О, душевная кухня, тут в милицейской школе. Я говорю, это будет вообще, это будет от аст. Но мы же ведь, мы же никакие там не кривые. Мы просто, просто веселые. Я понимаю, там в таком состоянии забирают, когда люди там вообще... Нет, 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 нет. Нет, я бы не встала бы. Если бы я была в таком состоянии, я бы не встала бы. Я бы еще лежала бы. Поэтому. Ну, смешно было представить. Очень было смешно представить, если бы нас забрали. Как мужу объяснить, Ивановна, ты где? В ментовке сижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, десять трубочек. Все. Так, трубочки есть. А может быть, такой, скажем, на старости, на старости лет еще. Я могу. Так, ладно. Желенька. Нет, у меня, думаю, а может мне в одной, на одной плоскости делать? Город Кострома приветствует. Здорово. Доброе утро. Так, Журтин. У нас, кстати, знаете, что? У меня какая прям проблема у нас в городе закончилась. Вот, знаете, всегда говорю, покупаю тарталетки кировского хлебозавода. Они закончились. Они везде закончились. Я не понимаю, в чем проблема. В чем остались только сладкие. Трубочки нет, минут 15. Минут 15 выпекаются. Закончились наши тарталетки. Перед суммой, профитроли печь не сегодня. Просто у меня заказ на 50 человек, а у меня тарталеток не хватает. И в магазинах нашего города, я даже везде уже обзвонила, сказала знакомому, купите мне, купите, а их нет в наличии. Обалдеть. То есть для меня это прямо катастрофа. А эти все магнитовские как-то не очень хочется покупать. Вот эти федеральные не очень хочется. Так, жульенчик куриный с грибами. Просто загущаю. Вот кто, обязательно, жульен должен быть густой. В жульене не должно быть влаги, именно воды. Именно воды не должно быть, потому что именно вода размочит вашу тарталетку. Какой бы она ни была, должна быть такая густая. Густая. Так, можно из тостового хлеба. Так, девчонки, смотрите. Тостовый хлеб. Вы знаете, столько рецептов с тостовым хлебом. Нет, тарталетка должна быть емкость. Емкость. И когда тарталетку из тостового хлеба мы засушиваем, он получается просто сухарь. Позвоните в хлебокомбинат, вы знаете. Ну да, нужно туда позвонить, вы знаете. Получается тостовый хлеб, девчонки, это получается сухарь. А тарталетка, она во рту распадывается, она легко укусается. А из хлеба получается просто подсушенный сухарь. Поэтому красиво это одно. Со стороны смотришь на этот тостовый хлеб. Это одно, а по сути получается куриная грудка или бедро. Как хотите, как любите вы. Какую часть любите? Филе, грудка, бедро будет пожирнее. Нет, в жульене можно и грудку. Вот смело. Потому что тут же он такой мокренький, сливочный. То есть смело, смело, смело. Нет, у меня не войдут сюда 10. Не войдут. Сейчас попробую впихнуть вместе с тарталетками. Доброе утро, пчелы. Когда вас интересно так слушать, всегда смотрю ваши... Девчонки, здорово, оставайтесь. Здорово. Так приятно, что вы хотя бы что-то говорите. Кстати, на самом деле, уже говорила не раз. Тикток, на самом деле, очень активная сеть. Вот Инстаграм не так. Инстаграм не настолько активная сеть. А Тикток прямо люди живые. Люди живые, абсолютно живые. Люди разговаривают, люди отвечают, люди задают вопросы. Как-то я выходила в прямой эфир в Инстаграм. Вообще никак. Смотрите, тарталетки берем не порошковые, только не порошковые, не вафельные, только песочные и не сладкие. Если вы будете брать федеральные тарталетки, то смотрите, срок годности. Срок годности должен быть приближенный к началу. Потому что они потом начинают просто превращаться в картонные. Вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот мои любимые, вот мои любимые тарталетки. Тарталетки, зачем духовку? Будем запекать в них жульен. Еще раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Держись. Будем запекать сейчас жульен. Тарталетки покупала кировского хлебокомбината нашего. Сейчас их нет в продаже, не знаю почему. Будут на самом деле звонить, узнавать. Так, для новичков тарталетки не пеку сама. Я уже говорила об этом неоднократно. Есть у меня, как сказать, примеры тоже в сетях. Ну, там кулинарии, да, кулинарии пекут сами тарталетки, самостоятельно пекут тарталетки. Они такие толстые, толстостенные. Получается одно тесто. Я против таких тарталеток. Вот не умею и... А то тонкие, в общем, возиться с ними не хочу. Меня устраивают наши вот эти тонкие, тонкие, песочные, несладкие тарталетки. Сладкие брать нельзя, потому что сладкие они для десерта. Тарталетка для закусок должна быть не сладкая. Обычно на коробках пишутся. Для закусок, допустим. Это знаете, как с дрожжевым тестом, с бездрожжевым. Какие тарталетки надо покупать? Песочные, песочные. Вафельные, они... Ну, вафельных можно подать. Сырши из таком. Какие-то такие более сухие вафельных. В этих... Которые порошковые. Вот был прямой эфир. Я купила какие-то порошковые тарталетки первый раз. Думаю, дай-ка... А мне еще зритель подсказывает. Положите буквально несколько. Все, не заполняйте жулином. Я положила. Песочные. Думаю, такие тоненькие, тоненькие. Думаю, как такие... А они, понимаете, порошковые. Вот, знаете, как чипсы порошковые. Я положила, у меня буквально за полчаса тарталетка полностью размокла, полностью. Поэтому только песочные и самые свежие. Если тарталетка будет... Не свежая, она испортит любую вашу начинку. Очень многое зависит от тарталетки. И также тарталетки, вот эти, которые из тостового хлеба, засохшие. Ну, представьте, как вы будете кусать засохший хлеб. С виду он румяный, он красивый, да, это идея, но он засохший. Какую начинку для закусок сделали. Значит, здесь у меня жульен. В трубочках будет сыр с чесноком. Так, сейчас я их сверху сыром посыплю. Так, давайте. В трубочках будут сыр с чесноком. Обычно стандартный. Заказчик сам составлял меню. Заказчик внезапный. У меня на эту дату не было заказа. Заказчик сам составил меню. И мне даже некогда было редактировать. Предлагать что-то новое. У меня не было на это время абсолютно. Давайте-ка мы с вами выпьем кофе. Вода у кого что есть. Давайте поднимем с вами бокалы и сделаем глоток. Два, три. Давайте подключим еще по экранчику. Поставим смайлики, чтобы люди к нам присоединились. И сейчас будем с вами знакомиться с новичками. Будем с вами знакомиться. Кто еще не знает, потому что вижу, что такие вопросы, так сказать, зеленые вопросы, значит, люди новые. Так, секундочку. Значит, давайте для новичков. Меня зовут Инна. Я живу в город Киров, 43-й регион. Это Кировская область. По образованию я повар. Но ушла в 21 год в декрит и больше вообще пить не вернулась. Полуфабрикаты я делаю без перчаток. Как сейчас без перчаток, потому что блюдо будет подвергаться тепловой обработке. Когда блюдо уже готово, конечно же, я надеваю перчатку и работаю в перчатках. Потому что вот не вижу смысла, потому что все будет подвергаться. Сыр сама натирала. Сыр натирал мой муж. Своими большими, теплыми, не очень нежными руками натирал мой муж. Они у меня, они у меня, они у меня на подработке. Они у меня труд сыр, труд ветчину, чистят лук, чистят чеснок. Мои близкие, то есть выполняют ту работу, на которую я не хочу тратить время. Потому что я сделаю другую работу, которую не сделают они. Да, девочки, спасибо. Мы в нашей группе, в нашей группе обращаемся все на вы. Сыр почему замороженный? Нет, не замороженный. Сыр должен быть плавящийся. Так, ребятки, новички, кому интересно моя страничка, мало ли заинтересует, загляните ко мне в ТикТок, познакомьтесь с моей страничкой. Я там выкладываю минутные видеообзоры готового застолья. Я выкладываю фотографии именно в Инстаграм. Фотографии можно увеличить и просмотреть, поставить закладки. Это в Инстаграм. Инстаграм находится в шапке моего профиля. Welcome. Для тех, кто любит готовить, быть может, да не может быть, а точно пригодятся вам какие-то идеи для вашего застолья. Вы украдете себе, подчерпнете, украднете, подчерпнете, мне без разницы. А потом скажите мне спасибо. Товарищи, доброе утро. О, вот это наши. Это наши просыпаются, товарищи, доброе утро. Так, ну все. Здесь у меня все готово. Все, пока убираю в сторону. Так, что у меня еще? Доброе утро, доброе утро всем. Спасибо большое, что делитесь своими работами. Без проблем. Без проблем. Сейчас гляну журнал, что мне вообще важно. Так, сейчас у меня пойдут баклажаны. Сейчас у меня пойдут баклажаны. Сахалин, доброе утро. В кардиночках у меня жульген куриный. Набираем еще водички, сейчас допью кофе и налью себе воды. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Сейчас буду жарить баклажанчики. Пока заправлю сыр с чесноком. Так, сыр с чесноком у меня будет и в трубочках, у меня будет и в баклажанах. Сыр с чесноком будет. Спасибо за подсказку. У меня стоит таймер. Таймер стоит. Кстати, вчера делала меренгу с кофе. Начинка была крем-чиз с кофе. Отдала своей соседке на дегустацию. Я сама крем попробовала. Ну, прикольно. Прикольно. Я говорю, вот, Лена, попробуйте. У них всегда там был день рождения. Я говорю, попробуйте и скажи мне со стороны, мнение со стороны. Так, тесто слоеное, готовое, бездрожжевое. В общем, хочу сегодня услышать отзыв по этому самому, по кофейному этому. Поняли, да? Крему. Господи, торможу. Который астролог, да, 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 ей отдала, говорю, говори мне всю правду. Пойдет, не пойдет. Мне важно знать. Так что сегодня узнаем. Спасибо за ваши рецепты. Да, пожалуйста. Где указаны рецепты, как вы готовите? Так, девчонки, по всем рецептам. Это у меня есть специальная отдельная группа. В Инстаграм. В Инстаграм. Либо в прямых эфирах, либо в Инстаграм. Там четко, там пошагово, там не нужно сидеть, просматривать весь прямой эфир. Если нужно, вы смотрите прямо по блюду, конкретно от и до. Быстро, быстро, быстро. Там в течение 10 минут, не более 10 минут ролик. И если что-то непонятно, я помогаю голосовыми смс доводить ваши блюда до готовности. Это в закрытой группе в Инстаграм. Так, чеснок. Чеснок, майонез. Меню тарталетки с жулийным трубочками. И я там подписана. Ага, спасибо. Вот туда заглядывайте, да. Там все. Все, что я готовлю, там все подробности. И если будут какие-то нюансы, либо вариации на тему, вы мне пишите, я вам отвечаю. Вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю голосовым, потому что писать не могу. Написанину нет времени. Именно голосовыми смс отвечаю. Доброе утро, девочки. Так, немножко еще сыра отложу. Отложу-ка я сыра. Получится у меня слишком много. Слишком много получится. Подолкуда его. Так, баклажан нет. Баклажан буду жарить. Сейчас, секунду. На гриле. У меня еще картофель по-деревенски. Надо еще сбегать, нарвать травы. Не подготовила я зелень. Со всеми подготовила. Так, меринга стынет. Потом закрутим две эмилинги. Даже, возможно, я уйду на другой стол. Не знаю, может, где закручу, может, на другом столе, не знаю. Мои пока еще все спят. Погода вроде у нас сегодня хорошо. Вроде солнышко опять. Если сыра будет мало, я добавлю потом. Просто бывает замешивать, потом сыр остается. Не знаешь, куда идти. Огромное спасибо за подарки. Огромное спасибо. Так, надо попробовать. Сейчас утро так чеснока не хочу. Так, сыр пока в сторону убираем. Так, что у меня сейчас? Что у меня сейчас? Сейчас буду мерингу доставать. Это ставить. Буду баклажанами заниматься. Девчонки, спасибо за мальчишки. Спасибо, мальчишки, девчонки, за розочки, за подарочки. Огромное спасибо. Так, давайте еще кто подписался. Новенькие, новенькие. Давайте, мой тикток о банкетах, о фуршетах. Просто праздничное застолье. Я помогаю, допустим, люди готовят сегодня шашлык, делают плов. И пока они вот это делают, у них хочется приехать, чтобы что-то было на столе. Чтобы что-то было на столе и вот эти вот закуски. То есть в дополнение к их закускам тоже делаю. То есть бывает буквально два блюда делаю в дополнение. Так, это в тикток выкладываем минутный видеообзор по моей готовности в Инстаграм. Фотография, именно отчет перед заказчиком. В Инстаграм, там мои заказчики конкретные. Если те кто для меня это зрители, то Инстаграм это заказ. Все заказы принимаю в Инстаграм. И отчитываюсь там же, там же можно просмотреть все фотографии. Примерную стоимость, общего за сто лет, все там прописано. Так что это welcome на мою страничку в Инстаграм. Иконочка находится в шапке профиля. Тикток. А, и еще, давайте, новички, кто еще не подписан на мой второй аккаунт в Тикток. Вот называется Душ Кухон. Второй аккаунт называется Душ Кухон 2. Это запасной аккаунт. Тогда, когда меня в основной блокируют по непонятным причинам, я выхожу в прямой эфир со второго аккаунта Душ Кухон 2. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Там народа мало, поэтому охваты маленькие. Если будет больше подписчиков, будет больше охвата. Вы будете меня ловить, пока меня никто не ловит. Что с мерингой? Осталось 2 минуты. Пока. Давайте попьем воду. Так, и для новичков. Я пью воду из крана. У меня хороший вода, у меня скважина и фильтры. Поэтому не смущайтесь, не удивляйте. Я пью воду из крана. О, спей, как вкусно. Ждем меренгу. Доброе утро. Осталось 1 минуту. Меренгу вытаскиваю, это убираю в духовку и занимаюсь баклажанами. Так что у меня еще картофель будет греть. Хорошо, когда своя вода хорошая, очень хорошая. Для меня это очень важно. Для меня это очень важно. Вода, потому что моя мама была, у нее были камни в почках, были такие камни. Так она мучилась. Я прямо, знаете, все это помню. У нее были коралловые камни. То есть они не, их не оперируют. В общем, она очень мучилась. Поэтому не хочется. Как погуляли вчера, великолепно. Вот до сих пор, поверьте, у меня такой вот, прям такая вот эйфория внутри. Настолько хорошо, настолько, где в глюках хорошо летом. Так мне хочется, чтобы лето заканчивалось. Трубочки буду смазывать, да. Кстати, спасибо за напоминание, да. Для новичков. Для новичков. Я могу заболтаться и забыть. Я могу заболтаться и вымолвить что-то не то. Я такая, я такая. Поэтому, когда мне подсказывают порой, нисколько на это не обижаюсь. И ловлю ваши подсказки. Это мой куча желтков осталось. Куда мне их? Куча желтков от меренги. Не знаю. Опа. Миллианда запищала. Опа, я же еще их не смазала. Щелочек не смазала. Так, не пищать. Не пищать. Вот торопед это я. Вот я же торопед. Где купить формочки? Сейчас, вы знаете, в магазинах столько всего барахла. Либо магазины посудные, хозяйственные. В конце концов, интернет-магазины. Я трубочку целиком не наматываю, потому что получится огромная. Трубки, знаете, как в кулинариях. Огромные получатся трубки. Съел и уже сыт. У меня все мини. У меня все мини. Наматываю наполовину. Есть сегодня связки. Вчера нахохотались. У меня сегодня прям связки. Не думайте, что я болею. Это у меня кто со мной давно. Те уже знают, что я по утрам бывает. Размер примерно 12 сантиметров. Но у меня в половину. Если вы возьмете, допустим, 7-6-7 сантиметров, нам будет слишком маловато. А вдруг вы хотите сделать большие трубочки? Ну, вдруг, да? Закажите нормально. Такие вот среднестатистические. А там уже, как хотите, делайте покрупнее, поменьше. Это уже... Спасибо за подсказки. Вот теперь я поставлю в духовку. В духовку. Так. Так, поставила таймер в 10 минут, но температура у меня еще невысокая. Температура еще не пропустила, как вы делаете меринговые коржи. В очередной раз пропустила. Так, девчонки, welcome в закрытую группу. Все четко, кратко, ясно. Не нужно что-то крутить, перематывать прямые эфиры. Не нужно тратить свое время. Все четко. Все ясно. И все быстро, и все доступно. Если что-то не ясно, я вам подсказываю голосовым. Все нахабачиваешь. Иди на пляж, а то жизнь так и пройдет мимо. Это кто пишет? Татьяна? Господи. Я думала, парень какой-то, пацан какой-то глупый пишет. Все нахабачиваешь. Иди на пляж. Татьяна, проходи мимо. Так, баклажаны. Так, что готовишь? Заказ. Готовлю заказ. Сейчас буду делать баклажаны, обжаривать. Потом у меня запекутся. Ой, я сегодня быстро отделаюсь. Быстро. Значит, все это остынет, меринга стынет. Быстренько скрутим рулетики с орешками. Все украшу, уложу в коробки. Нужно еще две коробки собрать. Я с ним быстро освобожусь. Я сначала отказалась от заказа. Потому что у меня сегодня не было заказа. Она говорит, к 12 часам. Я говорю, к 12 не успею. Отказываюсь. Потому что такое у меня связки прям не могу. Она говорит, давайте к 3. Я говорю, давайте к 3. А вчера вечером пишет. Вроде сможете ли пораньше? Я говорю, давайте так. Если я буду пораньше освобождаться, я вам сразу же напишу. Сразу же напишу. И будете знать. Я думаю, что я успею пораньше. Я думаю, что ей будет это на руку. Я тоже хочу быстрее оделаться. Еще раз говорю, моим домашним дома есть нечего. Буду нахабачивать домашним. А пляж у меня, вон, вон пляж у меня. Вот бассейн стоит рядом под моей задницей. Травка, газончик. Малинка растет. Так, у меня таймер 10 минут. Это бывает, я сама с собой разговариваю. Как попасть в закрытую группу, девчонки? Катошки, деревенские, котлеты, трубочки, сыр, чесноком, баклажаны, сыром. Ой, спасибо большое. Спасибо, то я это... Девчонки, заходим в шапку профиля. Вот туда, в ТикТок, нажимаем на мою страничку, вы заходите в шапку профиля. И вот внизу, перед видеообзорами, есть такая ссылочка. Увидите там, потыкайте. На Инстаграм нажмите там, потыкайте. Нажмете на ссылку и увидите там все, все они написаны. Что такое закрытая группа? Нужна она вам или не нужна? То есть... Кто в группе пишет, что все ок? Здравствуйте, как отправить скрин? Смотрите, если вы не умеете... Вот там, кстати, все написано. В ссылке вот в этой все написано подробно. Как сделать скрин, как его отправить. Все там написано. Если вот, ну, не получается, просто пишите, кто... Имя, отчество и первая буквы, фамилия. Что я там... Все, я потом разберусь, после прямого эфира разберусь. Из прямого эфира выйти не смогу. Когда закончу эфир, тогда, естественно, все посмотрю. И все отвечу. Да, мне тоже в группе все нравится. Ну и слава богу, девчонки, вот что вы отвечаете сейчас? Для меня это очень важно. Правда, важно. Пусть там я, допустим, выкладываю не каждый день. Очень довольна. Спасибо большое, девчонки. Спасибо вам, правда. Пусть я выкладываю не каждый день, но я выкладываю что-то новенькое. То, что вот я делаю. Вот это все уже есть. Все там есть. Меренги, все это есть. Все нюансы, все заковырочки, все это есть. Мы и меню продумываем вместе. Помогаю придумать меню. Помогаю составить список продуктов. Если это будет необходимо. Кто-то хочет начать так же готовить дома. Естественно, я помогу, отвечу на все вопросы. Натолкну, сделаю какие-то подсказки. То есть я сама уже через это прошла. Я уже собаку съела. Спасибо, девчонки огромные. У меня пошли мурашки по телу. Это видеокнига. Ну что, сейчас буду новичков заговаривать зеленым маслом. Новички-то ведь не знают, что мы все сидим, все наши группы сидим на зеленом масле и на вкусной соли. Новички еще вообще ничего не знают. Они еще зеленые. Они еще только зашли, они только подписались. Они еще не знают, с чего начать. Так вот, наша группа, мы все сидим на бокалах с водой, на зеленом масле и на вкусной соли. Потому что это уже стало неотъемлемо. А где закрыта группа? В шапке профиля, в инстаграм. В инстаграм. Давайте я объясню почему. Можно было бы сделать в тикток, но в тиктоке нет голосовых смс. А я писать не могу. Вот представьте, во сколько человек. Если буду каждому писать, я просто из дома не выйду. Я буду только вот этим заниматься. Я ослепну. Эфиры сегодня попробую закрытую группу. Я просто ослепну. Я не попадаю своими толстыми пальцами на клавиши, в конце концов, на кнопки. Получаются ошибки. А в инстаграм я беру и голосую. Я еду за рулем. Я отвечаю. Лежу себе в кровати. Так хорошо. Но глядя на Индор. Придется вставать. Встаем. Встаем. Чуть полежите. Чуть полежите, еще и поправьте. Поэтому голосом это очень быстро. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл и все. Ответила. Какие меренги. Вкуснотища. Сегодня получу отзыв по меренге с кофе. Я так не поняла в инстаграме, какая им группа. Ссылка есть. Так, девочки, еще раз. Давайте. Заходим. Заходим в шапку профиля. Тик-ток. Вот сюда заходим. Можно просто зайти в инстаграм. На открытую страничку. Там моя жизнь в течение шести лет, что я готовлю. Что я готовлю. Это открыто. А закрытое это уже отдельно. Вы ее так просто не найдете. Она для того и закрытая. И там есть ссылочка в шапке профиля. Действительно отвечает на себя просто. Ну, спасибо. Спасибо. Есть ссылка. И там все написано про закрытую группу. Как? Как? Чего? А группа называется «Еда для души». Группа называется «Еда для души». У меня все из моей точно такой же аватарка. У меня аватарка везде одинаковая. И в ВКонтакте, и в Инстаграме. Будем знакомы, что за зеленое масло. Зеленое масло, чеснок. Вот сейчас вот только что написали. Только что выше поднимитесь. Там написано, что такое зеленое масло. Мы уже всей группой сидим на этом масле. Поверьте. Кстати, нужно будет снова делать. Я его из расхода и нужно будет снова делать. Так, таймер у меня 10 минут. Так. Я скоро всех подсажу на зеленое масло и на вкусную соль. Путин садит всех на прививки, а я сажу всех на зеленое масло и на вкусную соль. Так, что мне сейчас? Заговорюсь? Сейчас забуду. Секунду. Баклажаны. Баклажаны пока пожарим. Модераторы есть. Просто некоторые модераторы на дачах. Ассалам алейкум. Некоторые модераторы на дачах. Некоторые модераторы, которые помоложе, они спят. Да, вот модераторы спят. Я даже и не бужу. Сейчас Анатолий проснется и скажет, опять в эфире? Меня не звали. Ты спишь? Анатолий, спишь долго? Так, что? Обжарю. Не хочу из такого маленького количества. Уже на масле и на соли лучше. Не хочу пачкать грильницу. Она у меня промытая стоит. Вот из такого маленького количества. Блин, что делать-то? Что делать-то или уже спачкать? У меня еще перец. У меня же еще перец. Ладно. Так, я буду подготовить, подготавливать картофель. Вчера закончилось зеленое масло. Оно действительно долго стоит. Пару месяцев точно. Не знаю, как оно у вас пара месяцев простояло. Не знаю, у меня нет такого результата, потому что я его постоянно расходую. Что готовить на данный момент для себя? На данный момент для себя у меня пустой холодильник. На данный момент в моей семье есть нечего. Что буду готовить, даже не знаю. Даже не знаю, что буду готовить. Вот не знаю, что приготовить дома. В общем, непонятно, где группа, не нашла. Так, девчонки, группа в Инстаграме называется Еда для души. Она закрытая. Она закрытая. Я туда принимаю после скрина оплаты. В Инстаграм. В Инстаграм. Заходите в шапку моего профиля и потыкайте на иконки, на ссылочки. Потыкайте пальчиком. Так, поставила ещё 4 минуты. Все разобрались со скрином. Отправила в Инстаграм. Буду ждать. Да-да-да, я после, как эфир завершу, всем всё отвечу в обязательном порядке. Так, вот. сейчас немножечко отключилась я посмотрю так или автоматы есть и кабачок 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 есть готовлюсь и другие овощи когда нашла нашла подписать группу группа не нашла вы не напишите я вам скину ссылку кто никто запутался кто не нашел просто пишем в инстаграм хочу закрытую группу все я вас потом все все объясню после прямого эфира так что у нас кабачки гриль да все таки хорошо что я гриль включил так у меня тарталетки в духовке это я уже сама собираю вот эти вчера пришли в кафе сколько раз уже сталкивалась с овощами гриль что мы в казани были овощи гриль настолько их просто вот берут овощи и просто жарит все они невкусно получается у них нет они не знаю что такое зеленое масло и вкусная соль я реально говорю они невкусные они получаются пустые просто овощи гриль и все тупо без вот этих вкусовых а у меня овощи гриль всегда вкусные у меня они обалденные когда вы сделаете вкусную соль не вкусно а душевную соль вкусная соль которая продается в пятерках это не то там одна химоза там не понятно что напихано когда вы делаете когда вы делаете собственными руками вы видите что кладете туда это уже совершенно другой разговор так по окрошками сегодня крошка вы знаете у меня тоже остаток окрошки мы уже ее на еде с нас уже тошнит это крошки и то что тошнит от зимнего салата проснуться мои я спрошу что они хотят поесть может просто котлет нажарю не знаю там еще где-то гречи осталось пару порций красивые получились кто знает рецепт соли масло сейчас напишут это все есть моя страница ой какие красивые румяные девочки зеленое масло вкусной соль есть на моей странице на в тик ток просто полистать и познакомьтесь со мной с моей страничкой там много всяких видео ответов хотя вы будете знать кто я что я зачем я хотя бы когда вы чуть-чуть косвенно узнаете получите а какие-то ответы какие-то мои ответы это будет знать да вот знаете вот облизну перчатку вот это да вкусно соли вот я чувствую что уже вкусно вот уже вкусно то есть рецепторы на языке они уже начинают повизгибать потому что в черт возьми сочетание вот это все нисколько не вру кто делал те уже знают и уже столкнулись купите пакетик любви приправки любите все вот подсказки пошли да какие вы любите но не смеси не смесь их меди сюда или это тоже это уже смесь смесь непонятно чего напихано а кто-то может сами выращивать траву укроп петрушку ну сухой чеснок конечно не сделать но кто-то ведь занимается кто-то где потеплее все вот и перчик у меня будет вкусный вот и кабачок будет вкусным вкусненько будет вкусненько вкусненько будет играть это с вами выпьем давайте с вами выпьем так духовками пустая буду делать который по-деревенски дайте у него как я бы так управлюсь так картофель по-деревенски сейчас секунду это я отнесу в другое место остужаться мне здесь не мешалось так секунду и и Продолжение следует... 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 Прикрываю. Это уже молодая картошка, вы все видели? Нет, нормально, мужиком, проснулся, уже красивый, да? Ничего делать не надо, он проснулся, он уже красивый, а тут пока глаза не нарисуешь, дорогу не видишь, офиг, фигура, не фигура, все, все равно красиво, тебе зрение. Так, картошка это какая-то, не знаю, не скажу, что она молодая, тебе снова хочу грить, ну, купите, как я дорогим грилем не пользовалась, у меня все дешевая, такие, как сказать, техника вся дешевая, эконом вариант. Вот, смотрите, кабачуски получаются. Можно, принятие, сковородку купить, сковородку, гринницу вот такую, но сковорода жарит с одной стороны, там уже будет переворачивать, а глист жарит с двух сторон сразу. Так, все, последняя картошина. Много карточки получились. Так, все, наверное, очень серьезно. так что продолжаем с картошкой виду просто нужна или нет хорошо погуляли на свадьбу затмили всех красотой не знаю, затмила или не затмила, но хорошо мы вчера, кстати, вспоминали свадьбу хохотали, вспоминали, хохотали и, знаете, так вот такие приятные ощущения что хорошо свадьба прошла, да действительно, не было каких-то, знаете, таких пьяных, таких, которые которые там грубили, что-то хамили валялись, таких вообще не было вообще, вообще не было было все очень даже достойно там красотой было кому затмевать, там же было очень много молодых девочек так что я нет я тетя, там были девочки молоденькие подкачек тетя Мотя пьяная кошки и собаки не видели? кошки и собаки не видели? а собака, где спала? все пошла картошку отправлять выключила чтобы она не горела она что было так сейчас посыпала сухарной сухарной панировочкой сухарь лев делает вчера сразу лев сделайте мне сухари он сделал спасибо большое сухари не дают никакого вкуса абсолютно оболочка как бы такое как объяснить не гладкая поверхность а получается получается поинтереснее все трубочки начинять трубочки начинять баклажанчики начинай так для новичков у меня каменная поверхность вот это камень искусственный камень прямо бывает режу на нем так что не удивляйтесь почему я режу на нем когда мы заказывали этот камень нам говорили что на рабочей поверхности может быть от длительного от длительного использования как бы получать такое но вместо и сюда такое даже углубление позади вот сколько лет уже сколько мы здесь живем 7 лет 8 7 лет мы здесь живем нет никаких вот ничего вообще нет просто идеальная поверхность настолько я рада заказали заказали камень искусственный настолько рада настолько удобно горячее ставишь ножом режешь я перец выключила из сети он там просто сейчас доготавливается он не сгорит спасибо за за подсказку пусть еще потому что он будет хрустить он киса пришла кизонька моя почта пошла так да так устроен трубочки уже остыли сколько мне лет девочки давайте знакомиться мне 51 год я взрослая тетя я очень взрослая тетя вот уже подсказки пошли что за неверная информация если уж писать ту верную информацию я против неверной информации вот на основе то что здесь пергамент легко снимается вот вообще раз и все стоит тут на дня буду печь 3 рога изобилия 3 рога изобилия нужно мне испечь двадцать третьем числом сразу предупредила заказчика что вы забили будет не не сегодняшнего выпуска так что овощи пока убираю на задний план потом да и выложу на на картофель не мешался во сколько у тебя придут сегодня в 3 придут ночью себе но в гости в 3 правда говорили что трубочки соли маленькой правы заказали на алиэкспресс заказали трубочки я говорила что на алиэкспресс я вот заказала пописли вот такие маленькие пимочки в мальчике вообще мальчику куда я хотелось показать было они не конечно можно использовать но лучше заказать нормально раз жизни заказать эти трубочки еще останутся вашим детям вашим внукам так заказ у меня сегодня заберут заказчики за самовывоз завтра тоже у меня самовывоз мне это очень радует чем фарширую фарширую сыр чеснок у меня радость принял город мотаться где нормально заказать закажите чтобы размер был ну 10 12 сантиметров не 67 собака лает как ненормально хотя ночи для профитроли такие трубочки очень легко научиться это очень легкая заготовка дюймки задать можно все в супермаркете сейчас все есть либо на валберисе на валберисе зон все это есть пергаментом я обмотала сама большие будут но заказали 14 сейчас сейчас я принесу линейку чтоб не было разногласий сейчас принесу линейку замерим эту конус этот и будет ясно так-то 14 будут большие кстати будут у вас огромные х х х представляете 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 моя трубочка 8 9 10 нет все правильно 12 сантиметров моя трубочка 12 сантиметров а я делаю наполовину еще тяпка зачем тяпка собака 14 будут немножко крупного да просто вы до конца не наматываете вот уже желаю хотим этим заняться можно как-то с вами так это сейчас мне вопрос или нет потому что я отходила просмотрела чем заняться или вы кому-то пишите друг другому кому-то если это мне то не мне пишите все крупные швизы спасибо большое верни спасибо большое за подсказку а дам тоже тоже из кирова ну занимайтесь занимайтесь начинайте сыр чесноком можно сделать любые начинки в принципе может творожный сыр может быть ветчинный мусс вот зачем мне конкурент институт все все правильно зачем мне конкурента нет у нас же есть кто готовит дома там пирожки ну там делают допустим пельмени чебуреки какие там полуфабрикаты свои есть такие есть девочки кто этим занимается но не банкетами банкетами не так все просто начните с полуфабрикатов конкурента выращиваешь так где ты можно нарвать укропчиком немножко у калитки растет укроп и петрушка немножко что до того и другого только не 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 с корнем вырывая эти веточки не на украшение какой если трубочек слоеная сниматься копченым салом как домашней колбасой занимайтесь занимайтесь копченым так тесто слоеное так девчонки отвлекаюсь смотрю на трубочки не вижу половину смс их немножко чтобы трубочку меня протекла передавил ее чуть-чуть и передавила так что у меня еще осталось одна еще осталось на последнем кстати сделала молочек придется еще сыр заправлять чесноком с майонезом для баклажанчиков не знаю почему заказчик заказал и трубочки сыром чесноком и баклажан сыром чесноком видимо любит с чесноком видимо любит пока они жарят свои шашлычки все это дело то у них улетит так вот он пишет в сетях а я отвечать не могу так что на глаз попал так ну что пишем крупным шрифтом гриль ответили макс мыло все спасибо за подсказки вам сыр вывалю весь сегодня мужики съедят еще вечером который придут также что трубочки есть у нас тарталетки у нас есть овощи греи сделаны картошка запекает сейчас сделаем сейчас ездить до делаю будем заворачивать сами меренгу так какой еще начинку дату почему же девчонки все можно знать сделать ветчинный мусс ветчины куриный мусс рыбный рыбную начинку может сделать не обязательно сыр чесноковый хватит пока хватит сладкую начинку можно сделать сладкую так майонез ой так кто-то не пишет так собака опять вышла на улицу опять гавкает как собака так мы договорились что договорились все пропустила а вы домашнюю колбасу делаете я не делаю домашнюю колбасу нет это нужно это отдельно заниматься совершенно отдельно нет как-то я пыталась сделать у меня даже куплено кишка вот этот лежит мужу не понравилось знаете почему привыкли мы ко всем этим добавкам глютаматом домашняя колбаса получилась какая-то не не тут этих ярких я очень можно не понравился мне мне этим заниматься не надо умеющим заняться майонез нет и домашний дело домашний майонез мне не понравилось дело в прямом эфире прямо перед людьми делала и позади он получился очень жирный я не знаю мне не понравилось черт возьми нет мне не понравилось не делаю покупаю наш кировский провансаль сыр сюда любой какой любите вы абсолютно любой сыр можно плавленый можно не плавленый вот хочу оливочкой украсить сегодня вот так вот картофель стоит у меня в духовке со вкусной солью зеленым маслом запекаются кстати по кстати это него много я сейчас температуру повыше сделаю побольше температура чтобы ушел именно на не на пропекание она подрумянивание пропечься он так пропечется в любом случае мне нужна румяная румяная корочка так я так рада что сегодня отстрелялись потому что смотрите у меня же еще гости не придут за слышали у меня может сегодня придут гости еще в три часа будут жарить они ребрышки но они будут жарить уже сами у меня ребрышки замаринованы уже как за и куриный мусс пробиваете филе курицы с творожным сыром чесноком зеленью блендером пробиваете так пока все тарталет очки все это убираю в сторону буду потом засервировать здесь не мешались еще доложу зелень все пока это стороночку трубочки в сторонку на старую ручку где куда трубочки я делаю так хорошо отвечать спасибо что помогаете ответы еще сыр натираю на мелкой теркой дворное яйцо делаю такое дело дело в нежнее согласно можно без яиц а тут понисти дано становится нежнее тесто покупное так все быстренько делаем эти самые баклажаны так дичем не давать еще немножечко кто новенький кто присоединился моя страничка о банкетах банкеты фуршеты просто праздничное застолье просто в помощь каким-то горячим блюдом делаю я помогаю людям коротать свое время для тех кто желает кто не желает делают все самостоятельно у кого есть время так значит в тик токе у меня минутный видео обзор по готовому застолью а в инстаграм у меня именно фотографии фото отчет где можно фотографию увеличить и просмотреть как засервировано блюдо что же лежит на тарелке и может быть взять для себя какие-то заметочки это в инстаграм инстаграм находится в шапке профиля моего тик ток вверху нажать и зайти на мой инстаграм даже подписаться чтобы ваша информация так кто-то мне пишет там пишет так еще такой момент есть запасной канал душ кухон 2 это запасная страничка моя когда мою основную страничку блокирует я выхожу в прямой эфире стоит запасной страничке душ кухон 2 а блокирует по непонятным причинам а стол где стоит стол стоит вот у меня старый стоит стол я всегда выкладываю видео обзоры вот на том столе белый большой обеденный стол так так что большая просьба подписаться кому интересно подписывайтесь на запасной аккаунт душ кухон 2 чтобы ставьте на стройке уведомления чтобы присоединиться прямого филу для тех кому интересно кого не интересно собственно и и разговора в инстаграм бывают розыгрыш не так часто но бывают какого-то рода розыгрыши разыгрывали доски разыгрывали кукол были победители победитель даже у нас здесь есть прямом эфире вроде мелочи приятно хотя сама я в жизни ничего не выигрывала никогда у меня не было выигрыша а знаете хотя 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 не хотя нет хотя нет затем мой выигрыш это тик ток мой выигрыш это тик ток но туда этот меня натолкнул мой ребенок в тик ток да это мой выигрыш я заслужила какое-то доверие зрителя я заслужила интерес зрителя это это мой выигрыш может можно так расценивать так все погнали заворачивать такую большую маленькую таких сверху посыплю сверху посыплю рублено зеленью а сюда выложу не буду большой поднос расходовать вы лучше спасибо я от мотив сотовой связи выиграл два дня назад подарки я никогда ничего не выиграла вот муж выигрывал муж на мужа катит что-то какое-то фартовое есть такое а я же это я ни разу в жизни ни разу ни разу не выигрывала а знаете как приятно было за победителей когда выигрывали особенно мои девчонки которые в группе в закрытой это было все не специально это же это же компьютер разыгрывал победителей у нас магазин такие рулетики к если не мысли его денег стоит и при том что вот эти рулетики не не факт что они вкусные мои вкусные вот даже вот тут потому что они на вкусной соли и зеленом масле я выиграла куклу видно да даже не ожидали до вероник даже не ожидали в этой не ожидали я говорю мне мурашки 5 минут с возрастом становитесь сентиментальными без помидорки помидорки можно украсить сверху можно кстати нет у меня помидорки по чеку закончились подрастала модератора у меня помидорка закончилась по чеку меж по чеку я сверху посыплю зеленью может быть я своем добавлю помидорку сейчас посмотрю я еще пока не сервирую это не сервировка я пока просто готовлю сервирует буду на других тарелках сама в шоке доброе утро табачки бумагой до табачки я беру обернута пергаментной бумагой на постоянку я ее не снимаю прямые ножницы 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 что-то мало укропа на рвангут совсем мало мне укропа на рвангут листом и так сейчас на смиринга плана сейчас у нас меренга как только сторону убираем все подготавливаю место для 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 меренги кстати мы с вами давно не пили воду спасибо большое за подарки большое спасибо если я сейчас перчатки надела даже пусть это сказать блюдо будет подвергаться тепловой пробок если уже снимать не буду смысл нет снимать одевает снимать одевать одевать они рвутся так все картошку дамы печатка значит не так статика гигиена так картошку посмотрю картошку не картошка нормально картошка нормально она даже еще не подрумянилась совершенно дед скажите пожалуйста сейчас идут какие-то прямые эфиры что хочется показывать в тик ток в прямых эфирах кроме меня кто-нибудь заглядывал и и затем какой еще интересует вопрос кстати вспомнила давно думала задав такой вопрос девчонки мальчишки кто самый молодой на моих этих прямых трансляциях этих прямых трансляциях самый молодой возраст укажите кто кто поют поют ну поют какой самый молодой возраст прямой по похудению скажите как мы гринится ой ты мне 30 когда показывают 16 лет смотрите 16 лет обалдеть 27 45 понятно мы здесь все 40 плюс надолго полный тик ток 25 22 молодцы девчонки мой сын 7 лет обалдеть я думал здесь все взрослые тетя оказывается молодежь еще есть здорово здорово все поняла мне больше интерес интерес про молодежь сколько молодежи которые мои 40 плюс тут понятно что когда женщина уже в возрасте уже которые уже прошли а вот мне интересно молодежь молодежи оказывается много которые любят готовить все здорово 87 обалдеть 22 здорово я в 21 родила была такая тупая сейчас молодежь более современная более продвинута более более какая-то не знаю я была такая лишенная всего не знаю как я в эту жизнь пошла столько я ошибок наделал так ну что коробки готовы коробки готова лада пока коробки беру сторону что 266 все понятно так по картофелю был вопрос не пропекает и готовка вот одной восьмой части картофеля минут 40 не меньше а то и 45 потом поставить сюда на гриль именно на подрумянивание вот месяц температура 220 градусов помощи даже не румяните потому что много мы уже больше возможно сейчас да сейчас интернет до молодежи с большего не более какие-то сейчас разумные продвинуты до я была в своем возрасте в ссср когда родила ребенка первого 21 год я была вообще вообще а коробка для меренги где-то она где-то сантиметров сорок три где-то сорок три вот так вот я была такая господи ничего не было ни телефонов ничего не было на ошибках учимся да 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 на ошибках учимся да конечно ничего страшного по большому счету так кто еще не видел как да ты сейчас молодежь ленивая согласно согласно тоже согласно не все конечно но на самом деле не любят люди работать не хотят не хотят ну и злые дети стали мы были добрее злые дети стали точно точно стали люди дети дети прямо какие-то агрессивные стали не знаю больше через жизни прожили мне нравится ваша простота хотя мне же 58 но хотя мне уже 50 что то есть хотя мне 58 мне 51 мы могли бы быть подружками у меня все подружки младше мне на 10 лет 40 42 43 то есть разница в 10 лет кого научить крупно писать так все я за кремом где где наш крем где наш крем вот потихонечку потихонечку а дело делается мне всего 50 вот мне всего 58 да мне всего 51 зимой будет 52 можно использовать другой какой-нибудь крем кроме творожного конечно можно конечно можно можно сделать масляно сгущеночный масляно сгущеночный крем можно сделать конечно можно просто взять из пачки творога они из творожного сыра заварной не получится крем заварной не получится здесь крем чиз у меня крем творожной и сливки так уже оставить на украшение на украшение все вот это я оставляю на украшение вот мы заказывали мужчины именно именно масляный сгущеночный крем мы сами тоже 21 родила это же на дело какие кучу ошибок за эти с каждой ошибкой мы становимся мудрее мы становимся сильнее психологически до ошибки нас очень сильно расстраивают очень сильно расстраивает но мы становимся сильнее это же жизнь а жизнь вообще штука-то интересная она интересная штука главное чтобы не было какие-то таких вот косяков которых потом жалеть вот прям так что мы прям жалеть а если не жалеет все ок значит все таки значит все нормально у меня есть моменты в жизни которых я жалею а я уже забыл я уже отпустила этими сейчас посыпем орешков сюда будем скручивать у нас есть дети которые любите не говорите что были сделали ошибки нет ошибка не в том что родила нет 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 ошибки не в том что родила ошибки в другом ошибки абсолютно в другом так меренга это сбитые белки в этих рулетах нет ни одного грамма муки ни одного грамма муки здесь нет и в крем я не добавляю крах сахар не сахарную пудру не как мне сахар не добавляю хотя по рецептам есть там сахарная пудра крем нужно смешать я не смешивая добавляю одну крышечку сиропчика и все чтобы было немножко сбалансирован наш сахар я не люблю приторно-сладкие десерты не могу их есть у меня аж скулы сводит и мой заказчик тоже со мной согласен перец горела почему сгорел перец то господи почему перец вы уже второй раз пишите перец горел и вам уже отвечали что его достали его пишет перец горел нет перец не сгорел так вот у меня все пишет пишет и ответить не могу овощи грибами стоят уже в стороночке давным-давно стоят сторон очки ждут своего часа когда зажарится картошечка когда я ее оформлю согласно времени 10 часов я такая молодец господи я такая молодец извиняюсь меня выкинула ничего страшного ничего страшного спасибо за заботу так все готовлю орехи все и размазала крем получается очень вкусно очень нежный не приторно сладкий сладости очень много в самой меренге очень много сахара поэтому делаем баланс орешки заранее папа 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 и порезать я надеюсь буду отсюда так во сколько вы сегодня готовить начали так я вышла где-то восемь часов я вышла я делаю все быстро шпинатными рулит у меня уже сделан орехи у меня кешью уже подсушенная уже поджаристая на кстати кешью опять покупать это еще из казани призна там в казани оказалась цена дешевле чем у нас крем чиз сливки 33 процента не меньше чтобы были устойчивые пики нужно сливки 33 процент возьмете меньше у вас не получится такие рулеты хорошо делается ягодами у кого есть ягоды и на конец вы в эфире доброе утро наконец вы присоединились я в эфире с 8 утра таки уже получается два часа нет где-то наверно где-то наверно полдевят может полдевятом минут двадцать девятого вышла это где-то вот так вот что намазали крем такой марки используете для крема и какие пропорции так крем творожные сыры типы факелета милета крем и так и же сложные такие вот к этим творожные сыры так все один убираю давайте-ка мы с вами еще выпьем крем на берегу 250 сливок 250 творожного сыра это крем на берегу я сахар не кладу на сахар на порту буду я делаю делаю это самое крышечку сиропа крышечку сиропа дело в прямом эфире все все подробности есть закрытая группа меринга это белки с сахаром до сбиты плотную пену запекшиеся тут проблемы в меринге самое то чтобы выбрать вашу температуру не такая как у меня температура и время может быть не совпасть с этим с рецептом вам вы должны сами найти как можно с такой жарой готовить так как это же работа это же работа выходим на работу жесть не жесть мы идем на работу и раздел выполняем свою работу мне нравится мой труд я готовлю с удовольствием это знаете это на удивление да когда работа нравится учащих работа удовольствия не все работают по специальности свое удовольствие я работаю в удовольствии тем более еще получаю удовольствие от общения с вами где покупаю сливки покупаю сливки в кондитории есть магазин такой на ленина как ленина 2 кондитория орехи кешью ни разу не покупали орехи кешью они вкусные в этом знаете получается как наполеон знаете наполеон торт наполеон из ссср вот там именно идет кеши вкусно они такое ароматные вот я купил еще фундук фундук не дал тот аромат не дал аромат а вот кешью дает аромат грецкий тоже неплохо но почему-то как-то кешью как-то лучше как-то лучше но я делаю мне больше нравится может делать с ягодами с клубникой поезжайте смотри только кондитория субботу не работает кондитория работает в контакте в группе есть кондитория найдите наши кировская группа кондитория суббота воскресенье у них выходной работают они до пяти часов вечера все сворачиваем спасибо ну что погнали я тоже готовлю с удовольствием устою до приятная усталость все все так при получая приятно усталость спасибо большое спасибо так картошка 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 опаки опаньки картошка моя картошка опаньки поставили на 3 так девочки смотрите давайте еще для новичков для новичков прямой эфир да это прямой эфир где-то что-то могу не до ответить что-то отвечу может кто-то не успеет записать такие моменты естественно бывает по-другому быть не может если вы хотите четкости и ясности четких ответов от меня лично это пожалуйста велкам камни закрытую группу в инстаграм потому что были такие случаи что пишут я записываю с прямого эфира сетят записывают потом пишут я в зеленое масло не положила соль но что-то не уловили потому что это же все быстро это же вот я же бегаю вот так вот где-то что-то отвечу где-то что-то не отвечу то есть информация может до вас донестись неполноценная а стоять это знаете говорить одно и то же беда бесконечности вопросы идут новые это невозможно это просто невозможно поэтому волку в закрытую группу кто экономит свое время рада ответить на все вопросы так все сейчас и берегу так секунду сейчас крем выложу где мы ножницы крем выложу в конвертик буду кладывать в коробке эфира так поболтать конкретика это закрытой группы группе каждый раз думаю кто же придумал такие силиконовые лопаточки это же чудо мы же раньше в сссср даже не знаешь такие лопаточки и господи она же полностью вычищает кастрюльку на прямо начисто зачищает это же такие люди молодцы как-то как-то все придут придумывают эти сегодня из куберингу завтра где хранить куда-то скрутить смотрите храните в сухом месте между уже быть сухой а если вы положите к примеру к примеру на подоконник а на улице дождь к примеру его окно там приоткрыто да чтоб проветривалась у вас она от влажнеет место должно быть сухое однозначно для новичков я у меня веренга получилось с пятого раза я испортила такой такой спятого шестого я испортила 55 миринг я испортила просто-напросто так где 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 вот пять штук пошло на выброс потом я только до тюнькала что да как первый раз делаете так что первый раздел делаю или это не ко мне вопрос духовка 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 это вот меня на гриле на гриле почему шестого раза не могла найти температуру духовки не могла найти температуру духовки не получались то не допеку то пересушу то что-то что-то не то то есть нужно словить эту температуру словить я не могла найти и потому что рецепты везде дают вот такую температуру это не факт что ваши духовки вот такая температура которая вам пишут она вам подойдет не факт далеко не факт тут нужно контролить при том что можно допустим если мы бисквит не не можем открывать минут сорок бисквит не можем открывать потому что бисквит осядет осядет меренгу мы должны контролить должны смотреть открывать можно было такой момент у меня как я уже убежал от подружки на день рождения это было мое начало я вижу что как бы вроде она запеклась вроде бы показалось что она запеклась и вытаскиваю я торопилась как обычно намазала крема убежала унесла этот рулет такая довольная ночная рулет есть сама я понимаю что это пена у меня во рту пена черт возьми не меренга а пена то есть я ее не досушила понимаете я так расстроилась я так расстроилась то есть вот вот а я думаю раз она начала отрезка ценность она уже готова а вот так то все просто как кажется мне кажется проще бисквит испечь чем меренгу так что картошку переверну и снова поставлю на гриль чтобы другая сторона тоже подрумянилась она уже готовая картофель уже готовый полностью только поменять его местами и все в принципе я меренгу буду уже украшать и звонить буду выходить из прямого эфира буду девочки буду уже сервировать уже на тарелках во сколько это станет заниматься профессионально так девочки смотрите давайте для новеньких я по образованию повар но поварами не работала сколько лет я в 21 год ушла с вами уже эти ушла в декрет и больше в общественном питании не возвращалась мы занимались с мужем бизнесом торговли всю жизнь торговали кожаными куртками потом шубами и этот бизнес мы продали я год маялась от безделия маялась я не могла себе найти я занимаюсь тортами из конфет не пошло ни одного ни одного не продала все раздарила и все и вот мы переехали в другой район вот это туда есть значит начала накрывать моим знакомым познакомилась и так вот все и пошло то есть вот я шестой год шестой год тик токи я еще года нет в августе будет год на прямой эфир я осмелилась выйти в тик токи выйти в октябре месяце ребенок метода затолкал вам идея да не могу я я боюсь я стесняюсь а сейчас нормально сейчас освоилась так все так что кто хочет посмотреть как я с чего начинала это в instagram там и мои тортики есть можете прямо ленту сразу пролистать вниз посмотреть на мои торты из конфет хотя вы будете немножко представлениями чего я начинала начала такие блюда выкладывала никакие вот я смотрю там там вообще посмотреть ничего что-нибудь зажарю и выкладываю и мне кажется что красиво что нормально а там ничего ничего хорошего то не было сейчас что то есть уже посмотреть так что кому интересно пожалуйста волком в instagram там вся моя жизнь у меня еще есть vk страничка но там меньше мне не хватает просто времени все это одно и то же выставить во всех сетях да и не вижу смысла то есть в instagram больше жизни в к меньше жизни в ютюбе выкладываться но не все верник не все стало выкладывать есть именно то причина и выкладывание все видео обзоры не все прямые эфиры а так есть да в ю тубе сохраняются записи так ну что пупку сейчас туда выдавлю крем оставшийся все орешки орешки украшу малинкой украшу малинкой сейчас я положу бусинок красиво такие золотых что покрасивее было она нефа наряднее поярче так вы готовите своих продуктов у меня нет моих продуктов я покупаю все продукты в блин лежащих магазинах по чеку чек предоставляю заказчику где приобрести качественные гнигерские мешки специализированных магазинах вот они мешки они продаются продаются и китайские мешки они продаются даже на рынках так заказа как поступают мне пишут в инстаграм так принимаю заказы не по телефону у меня должно фиксировать фиксироваться если я чем-то занята я могу потом перепрытие прочитать а если не звоните мне может из головы вы вылетите все я забуду поэтому только так все сюда еще одну кину вот сюда и все вот уже получилось поярче так вот еще схожу за малинкой и украшу шоколадную мерингу делала сегодня придет отзыв у меня я отдала соседке не шоколадную а кофейную с добавлением этом положила на крем 3 чайные ложки кофе все это размешала получился такой крем коричневатый сегодня мне скажут отзыв честный честный отзыв насколько они ели такую мерингу а вот шоколадную еще не пробовали ой шоколадную кофейную кофейную еще не пробовали согласовывайте заказчиком украшение у меня просто меренга с кешью и все без вариантов малину скажу потом скажу пока вы просто уберу холодильник просто сейчас не пойду на улицу у меня нет разновидности оформления я не покупаю клубнику потому что клубника уйдет в остаток куда мне покупать ведерко клубники куда у меня просто меринга с кешью все понять понесла и один сейчас быстренько засервирую и все и все будем с вами прощаться значит у меня баклажан на рулетике у меня трубочки у меня тарталет очки и уменьшу шпинат на рулет думаю что разложу это я на две тарелки все добавят после эфира грейнг спасибо вам большое за помощь сыр слипся между тарталетками в нити рецепции крахмалом и надела без да девочки я делаю меренгу без крахмала принципиально кто новички кто еще не знают принципиально не плыду крахмал меренгу потому что мне не нравится после вкуснее мучнистого послевкусие в в во рту на какой праздник я не знаю какой праздник день день рождения наверное я не знаю я не спрашиваю делаю не себе делаю в дополнение сейчас я сервирую на копра так сейчас сервируешь из принесущий шпинатный рук так у меня же баклажанчики баклажа то получается 3 столь тарелки 3 тарелки так все картофель я выключил наверное да нужно 3 тарелки не дойдет просто на 2 баклажан может сложить все же быстренько с вами все сделаем позвоню заказчику они быстренько уедут сад до вольнешники что я храна отпустила вой она тогда обрадуется обрадуется так 3 сюда 3 здесь 4 трубочки 3 так наш пенатный рулетик если вы хотите что ваш комментарий спасибо вернее буду делать следующий раз не шпинат на рулет это будет сегодня буду делать буду снимать для закрытой группы буду делать маффины посмотрите есть формочки маленькие маффины из шпината хочу подать по-другому давно уже к этой цели еду а все какая-то спешка 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 и все как-то так вы что поехали на 3 тарелки так мы живем по москве ребят мое время московское я уже там не могу найти что не можете найти так девчонки кто за этой группе так секунду если даете что-то для себя интересное ставьте сразу закладку себе чтобы не потерять потому что рецептов много там можно самом деле уже заботиться так что сразу себе либо знаете как у меня одна делает одна подписчица она скидывает себе сообщение перекидывает нужные ей обзоры себе в сообщении то есть я вижу как сообщение это вот для чего на этом не пишет сообщение она пишет не для меня кидает а для себя то есть у нее на своей страничке в сообщениях рецепты те которые ее заинтересовали как как закладки получается как попасть заходим шапку профиля тик ток в мою там нажимаем на ссылочку читаем информацию если читать не хочется просто напишите мне в инстаграм хочу закрытую группу и все я вам отвечу после отвечу после после эфира не после эфира так я ну да после эфира с заказчиком отзвонюсь заказчику и отвечу всем завтра еще будет прямой эфир девочки завтра у меня тоже будет сегодня 10 человек 10 12 зато точно такая же такое же количество человек так шпинатный рулет здесь начинка творожный сыр и форель мы еще делали в закрытой группе шпинатный рулет сладкий мне очень понравилось вот правда очень он такой прикольный получается все нормально зеленый десерт сладкий здорово да вообще можно начинить любой начинкой тут есть варианты вариации на эту тему не обязательно делать его рыбным все раскладываем такие баклажанчики должны еще вместиться у нас как-то так по диагонали вот так сделаю сейчас чик 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 сейчас посмотрю вот так вот сделаем так и а и и и и и Шпинатный рулет получается очень мягким. Я знаю, в куменах есть форелевое хозяйство. Нет, форель покупаю я, мне столько форелей не переработать. Так, блюдо не видно. Так, Дев, давайте еще раз. Блюдо будет видно в минутном видеообзоре. Я все переложу на тот белый стол и все сниму. И блюдо будет хорошо просматриваться в Инстаграм на моей открытой страничке. Сейчас, оно его еще нет, этого блюда, оно еще не засервировано. Все, это вот можно и съесть. Нет, получается на две. Нет, не знаю, мне кажется, на две войдет. Блин, на две, блин. Войдет, не войдет. А то получается слишком как-то размазанным. Сейчас попробую. Каждый раз, не знаю, как лягут мои продукты. Войдет на два блюда. Войдет. Впихнем. Зачем делать три, если можешь делать два. Ну что, формируем снова. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, здесь три. Вот все. Зачем нам третье блюдо, да? Здесь у нас все вышло на четыре. Все, великолепно. О, все вошло. Все, впихнули. Все, ничего не впихуем и впихнули. Так. Сейчас посмотрю, нужно ли сюда. А, вот возьму шпарочки воткнули. Потому что, еще раз говорю, черри заказчика, они закончились. Они закончились. У них свои будут овощи и фрукты. Подписалась на вас, смотрю, оторваться не могу. Как все быстро и красиво. Спасибо большое. Спасибо за подписки. Кто любит готовить, девчонки, оставайтесь со мной. Дело это не хитро, да? Взяли и засервировали тарелку. Главное, знаете, не выкладывать, не выкладывать одно блюдо на одну тарелку. А взяли, именно засервировали. Получается ярко, красиво. Фотографии все посмотрите в инстаграм. Что-нибудь красное. Люблю готовить. Ну и здорово, любите готовить, оставайтесь. Так, что у нас осталось? Картофель. Ой, как я рада, что я рано управилась. Как я рада. Так, картошка моя полностью готова. Картошка моя полностью готова. Пропечена и подрумянина. Давайте-ка мы с вами выпьем. Давайте-ка мы с вами выпьем. Сына с ноября. Люблю всем сердцем. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. Одну корзинку. Я потом посмотрю. Так, что? Так, наверное, на два блюда я разложу. Да, на два блюда. Вот когда время есть, можно и поболтать, можно и засервировать. В прямом эфире бывает, что настолько у меня времени не хватает, то я отключаюсь и сервирую уже без вас, без зрителя сервирую. Время бывает, не хватает. Это когда по 20 человек. Сегодня у меня 10 человек, поэтому все успела. Так, мясного горячего никакого нет. Они будут жарить шашлыки. У них будет свой шашлык. Они поедут на дачу. Рулетик есть. Джунги в закрытой группе есть все. Все, что я готовлю, все, что на моей странице есть все и даже больше. В закрытой группе. И если вам что-то нужно индивидуально, вы мне пишите, я вам отвечаю. Открытая группа у меня для заказчиков. Я там принимаю заказы. Я там разговариваю только заказчикам. На вопросы там не отвечаю в открытой группе. Потому что вот вас много, а я одна. И я не в силах ответить. Всем просто вот так поболтать. Ну, а в закрытой группе, естественно, я по умолчанию уже, я не имею права не ответить. Я не имею права не ответить. Я отвечаю в закрытой группе уже конкретно на заданный вопрос. Как довести столько еды? Welcome на мою страничку в ТикТок. Там есть видео ответы, как все это я довожу. Все это есть в автомобиле. Кто старички, те уже все давным знают. Новички, конечно же, нужно опять же познакомиться с моей страничкой. И у вас будет какая-то ясность хотя бы. Так, ну что, теперь красиво выкладываю. Красиво, не красиво, хотя бы ровно, чтобы не было вот этой вот свалки. Чтобы у меня в глаз попало. И мне никак не проковырять свой глаз. А что-то мешает там у меня. Ой, горячо. Ой, горячо. На фольговом блюде можно великолепно прогреть. Прогреть в духовом шкафу. Я обычно, когда заказчику едут, он, допустим, домой, да? На дом, говорю, включать в духовке. Если вам нужно, прям прогревайте. А тут поедут на дачу, он в любом случае остынет. А так духовку включили на 100 градусов, все это прогрелось. Вот, картошечка получилась румяненькая. А если где-то сторона получается какая-то нерумяная, мы ее убираем вниз. Все. Все. Картошечка вкусненькая, с зеленым маслом, с чесночком. Тут все. С этой, со вкусной солью, с нашей ароматной, с душевной солью, с ароматной нашей. Все, девчонки, буду заканчивать эфир. Я, в принципе, с вами сегодня все сделала. Я показала большой объем, как сказать, сначала и до конца. Вплоть до сервировки. Что не часто бывает у меня, потому что времени не бывает, не хватает. Сейчас еще дооформлю меренгу листьями и ягодами малины. И все это отсниму в видеообзоре. Так что, пожалуйста, так, девчонки, кто еще не подписался на Душкухон 2? Кто еще не подписал? Девочки, подписываемся. Поддержим мою страничку запасную, потому что я не смогу ввести прямые эфиры, а блокируют непонятно за что. Все. Все. Я все. Быстро ли делается? Быстро. Не сложно. Не сложно. Все, девочки, давайте будем прощаться. Значит, подписываемся Душкухон 2 на запасную. Вот видите, Вероника написала. Спасибо, Вероника, большое. Душкухон 2 – это чисто на запасной. Выхожу в основном с этого аккаунта. Спасибо. Вам спасибо за поддержку. Вам спасибо за поддержку, что были со мной. Если бы у меня не было зрителей, я бы здесь просто бы и не была. Все, девчонки, прощаемся. Звоню заказчику и снимаю видеообзор. Звоню заказчику и снимаю видеообзор. Спасибо.